Когда активист Алишер зародился? И мне тоже угрозы. После каждого эфира звонят, не знаю, у меня все волосы белые, и даже уже борода пилеть начала. Были ли у вас какие-то преследования в сторону органов власти? Моих родных, дядю, всех родственников тревожить, звать их в полицейские участки и допрашивать их, да? Вы сможете описать портрет свой психологический, когда вот впервые вы столкнулись с преследованием? Выживание, унижение, принижение. Я боюсь за своих родных, я боюсь, а что у нас нет родных? У вас нет родных, Алишер, у нас у всех есть родные. Брось вот это, что ты делаешь, не говори, не выступай. С аэропорта возьмут меня, просто потеряют. Я сочувствую, что вы именно мучаетесь, страдаете из-за вот этой диктатуры. На данный момент, как бы там лицо у меня не улыбалось, да? Честно сказать, в стрессе, на иголках ходим. Здравствуйте всем, на канале Туркменвойс у нас гость сегодня, его зовут Алишер Сахатов. Здравствуйте, Алишер Сахатов. Здравствуйте, подписчики Ахмурада. Спасибо. Алишер, у нас сегодня будет интервью на тему диктатуры. Мы коснемся диктатуры Туркменистана, в частности, как вы стали активистом, который борется с диктатурой в Туркменистане. В связи с этим у нас первый вопрос. Алишер, пожалуйста, в первую очередь познакомьте себя с нашей аудиторией. Кто вы, где вы, что вы. В общем, короче, картину свою опишите. Я Алишер Сахатов, гражданин Туркменистана, отец четырех детей. И я вам вот так скажу, чтобы было понятно. Активист, блогер. И помимо этого, примерно вот так. Спасибо. Спасибо. Алишер, мы знаем, что вы активистом являетесь, борцом за свободу Туркменистана, туркменского народа. Мы знаем, что вы активно ведете тикток-канал, эфиры почти каждую неделю. И скажите, пожалуйста, вот мы хотим понять, когда активист Алишер зародился, что с вами случилось в жизни, что вы поняли, что вот впредь вы будете бороться против диктатуры, что вы уже не можете терпеть вот это беззаконие? Когда я начал, это было в Туркменистане. Мне брали взятку в школе, когда я устраивал детей в садике, когда устраивал детей в учебу. Везде платили взятки, да? И когда пишешь куда-то свои эти заявления, да, вот посмотрите, вот так, вот так. Не помогает, наоборот, на тебя наезжает, да? Потом Меня преследовали в Туркменистане, да, насчет этого, да, участковые. И я вот это все пережил и приехал в Турцию, да. И переломный момент, переломный момент, когда было, когда закрыли дороги, и люди, ну, в тиктоках видели, наверное, да, когда закрыли дороги, люди здесь остались, и локдаун был. Никто не уходит на улицу. И тогда наш народ Туркменистана, они страдали, кто оставался на улице, кто ночевал на улице, кого выгоняли с работы, с дома, потому что не могли они оплатить квартплату, не могли что-то купить себе. И было очень плачевно просто смотреть на людей, как они жили в Турции. Примерно вот этот был у меня переломный момент, и после этого я... Все, я говорю, надо начинать, надо действовать. А вот, Алишер, когда вы поняли, что вот, когда вы пережили этот переломный момент, какие вы методы предприняли для борьбы против диктатуры? Что вы делали? Каким образом боролись против этой диктатуры? Медиа. Это было главным оружием вашего медиа? Да, начал с тиктока, сперва просто высказывал свое мнение закрытым лицом под этим фейковым именем, да, Алихан. И потом открыл лицо и начал в открытую действовать, да. И сегодня, на сегодняшний день у меня есть тикток-канал, где я собираю людей, общаюсь, но каждое событие, что происходит в Туркменистане, обсуждаем это. И есть у меня свой ютуб-канал. Развиваемся. Хорошо, спасибо большое. То, что вы развиваете тикток-канал, наверняка органы, правоохранительные органы Туркменистана тоже заходят на ваши эфиры, слушают вас, и ваши каналы, у вас даже два канала, да, вроде на ютубе, смотрят ваши каналы, ваши видео. И вот в связи с этим, были ли у вас какие-то преследования в сторону органов власти, вот, с той стороны диктаторов Туркменистана? Какие у вас преследования были, вот, если поэтапно сможете рассказать? Смотрите, поэтапно я вам расскажу. Когда я закрытым лицом говорил, они искали меня. Когда я открыл лицо, они начали моих родных, дядю, всех родственников тревожить, звать их в полицейские участки и допрашивать их, да? И, честно сказать, никто из них, вот, они мне сказали, брось вот это, что ты делаешь, не говори, не выступай, они нас мучают, да? Но вся я не бросил. Почему? Потому что решение этой проблемы надо говорить. Если буду молчать, нас таких, которые говорят, мало. И мне уже за 18 никто за меня, даже мать и отец не отвечают, да? И, понимаете, преследованные вот такие у меня были. В Туркменистане мучили моих, до сих пор мучают моих родных, родственников. Но здесь, когда я в Стамбуле был, мои дети, когда в парке играли, к ним подошел один незнакомец, сказал, вы жена Алишера, да? В чем проблема, говорит? Скажите, говорит, он много говорит в ТикТоке, он много выступает. Что, не любит, что ли, он ваших детей, короче? И сразу мне жена позвонила, на мотоцикле я сразу приехал около 3-4 минут, да? Она сказала, подожди, он сейчас придет, у тебя ответит. И пришел, его не было, да? И таких преследований много было. И я покинул. Ну, это сделал, как вам сказать? Как это будет? Переехал в другой город. Турция. Переехал в другой город. И сейчас затаился, да? Угу. Скажем так. В целях, в целях того, чтобы обезопасить своих детей. Они так бесчестно поступают, за слабые берут. Меня сколько преследовали. Понимаете? И я не могу на данный момент, ни с кем не общаюсь со своими родными, они боятся разговаривать со мной, общаться со мной. Боятся. Да. Вот до чего довели. Алишер, вы сказали, что вот преследование в отношении родных было, да? Вот какие методы они используют? Они приходят, угрозы делают словесные, или как-то физически они, физическая расправа угрожает? Вот какие методы, вот если вы можете сказать, используют? Они, смотрите, я вам так объясню. Моего дядю взяли на допрос и сказали, что я там террорист или что-то там, да? Короче, наврали им. Если я был бы террористом, меня в Турции бы взяли бы, понимаете? Если что-то было бы, да, за мной. И врут им, да? И он террорист, говорит, не общайся с ним, если он тебе позвонит, скажи ему, пусть вот эта деятельность заканчивает и не говорит, эфир не делает, с народом не общается, вообще, YouTube-канал закроет свой. И понимаете, как перед выбором стоишь, да? Да, 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 либо родные, либо будущее такмение народ. Да, и назад дороги уже нету у меня. Делать, делаешь, значит, надо делать и все. Я понял. Мучают и и мне тоже и угрозы. После каждого эфира звонят незнакомые номера с фейковых этих аккаунтов пишут в ТикТоке. Я и сам вижу, когда вы да, зайдите просто в мой ТикТок аккаунт под мои видео, что там написано и в YouTube-канал, какие комментарии там ставят. Даже во время прямых я тоже видел, что там всякие угрозы словесные. И мы копим это вообще. Это традиция уже. Традиция, да. Убьем, залежим, бойся, родные твои. Вот, Алишер, вы говорите, что вот преследования были, да, и словесные, и дядю вашего забирали. Как вы это все переживаете? Вот физически, в плане психически, как вам это трудно? Сможете описать портрет своих психологических, когда вот впервые вы столкнулись с преследованиями, поняли, что родители, как бы родные от вас отказываются, что дядю забрали на допрос, что угроза за угрозами поступает на YouTube, TikTok. И какой у вас психологический статус тогда был? Самоизоляцию хотели сделать? Может быть, не дай бог, жизнью хотели покончить? Или что у вас вот было? Расскажите, пожалуйста, в психологическом плане. В психологическом плане это вообще не описать, потому что, с одной стороны, мучают твоих родных, близких людей. Во-вторых, здесь тоже такая ситуация, если в Стамбуле где-то вот, если узнают, где-то обязательно захотят что-то сделать, да? И просто я не могу описать. Почему? Потому что не могу описать. Страх смерти, страх насчет будущего, неопределенность. Мучило это все вас? Неопределенность насчет будущего, что будет, где будут? Смотрите, вот на данный момент у меня есть такая проблема, неопределенность будущего своего. Вот представьте себе, у меня четыре ребенка и самому старшему 14 лет, 14, 13 и 9, самому младшему тоже полтора года уже. И они должны учиться. Учатся, да. Но придет время, надо будет замуж отдавать или же женить своего сына. Вот это вот все, честно сказать, в каше. И на данный момент, как бы там лицо у меня не улыбалось, да, честно сказать, в стрессе, на иголках ходим. Неопределенность, статус непонятен на данный момент у меня. понимаете, и да, боимся. Бывает такое, то, что кошмары снятся, но просто вот словами это не описать, понимаете, и со стороны посмотреть, да, вот это все, не знаю, у меня все волосы белые, и даже уже борода пилеть начала. Я даже сам чувствую, что даже ваше молчание говорит больше, чем ваши слова на данный момент. Вот, как я задал вам вопрос по поводу психологического плана, ваше молчание уже говорит больше, чем ваши слова. я сочувствую, что вы именно мучаетесь, страдаете из-за вот этой диктатуры. Дай бог мы победим эту диктатуру и подарим демократическое будущее нашему туркменскому народу. Алишер, вот если, учитывая, что вы канал вели и ведете в ТикТоке, и за вами были слежки, преследования, угрозы, если вот вы завтра вернетесь в Туркмению, соберете чемодан, взяли и вернулись в Туркмению. Вот что с вами будет, как вы думаете? Плачем. Меня не будут. С аэропорта возьмут меня и просто потеряют. Даже просто с трапа сойду, заберут. А дальше больше я не знаю там с детьми что сделают моими. Понимаете? И просто потерять и много таких примеров у нас было, да? Фархад Дурдыев, Фархад Миманкулыев, Азад Исааков. Столько, столько людей было, которые боролись за демократию, которые, инакомыслием, просто Туркменистан борются с инакомыслием, да? с теми, кто вот так берет и говорит, меня просто потеряет и меня не будет. Просто по беспределу это все сделают. Навяжут что-то. Ну, у нас же это в традиции. Сфабрикуют и заберут и все. Я понял. И насколько мне известно, всех вот этих инакомыслящих в основном забирает в ООДНДП в тюрьму. Те люди просто пропадают без вести. Всякие вирусы вводят им в кровь гепатит С, гепатит В, чтобы они натурально просто умерли. Не убивали их реально, а вот просто умерли натурально. И плюс также их подсаживают в камеру с теми, у кого туберкулез есть, допустим, специально, чтобы он заразился и умер там. Поэтому все вот эти инакомыслящие, когда они попадают в ООДНДП, пропадают без вести и никогда под амнистию они не попадают. У них амнистии нету вот этих всех инакомыслящих. Алишер, завтра, если вас, допустим, на улице кто-то остановит, спросит, откуда вы, скажете, из Туркменистана и вам сразу же последует вопрос. Алишер, опишите, пожалуйста, режим Туркменистана, диктаторский режим Туркменистана. Вот как бы вы этому человеку описали? Что такое диктаторский режим Туркменистана? Выживание, унижение, принижение, молчание в любой ситуации. Просто молча жить. И даже я могу вот так сказать, да, может, будет грубо, да, но факт остается фактом. Жить в тюрьме или же да, жить в тюрьме с открытым небом, понимаете, под открытым небом жить в тюрьме. Красивое сравнение. Больше никак это в двух словах жить под открытым в тюрьме под открытым небом и все. Никак. Да. Спасибо, Алишер, за такое интервью. Я бы хотел еще последний вопрос задать, может быть, даже предпоследний. По поводу Туркменистана. Если вот вы захотели бы что-то посоветовать нашим гражданам Туркменистана, какие бы советы вы дали? Хотите что-то сказать нашим гражданам Туркменистана? Боритесь за будущее ваших детей. За будущее вообще за будущее свое будущее и будущее своих детей. Мы сейчас в туннеле и если не будем бороться, не будем говорить, не будем пользоваться на данный момент такими благами, как интернет, медиа. Поверьте мне, в туннеле и там никакого света не видно, везде темно, понимаете, и будущего не будет, если не будем бороться, если будем молчать, то мы будем соглашаться с его прихотями, вообще с семейкой Бердмухамедов, да, с их прихотью, и будет все очень плачевно, будет только ухудшаться, а не улучшаться. Да, я бы тоже хотел добавить, что наша основная надежда это народ, потому что если народ не поднимется, народ не будет требовать свои права, мы бессильны, грубо говоря, активисты бессильны, потому что если народ нас не будет слушать, не будет требовать свои права, отстаивать их, не бояться, все-таки это конституционная страна, а не королевство, то есть можно требовать смотреть на конституцию, требовать свои права, но как мы видим, что большинство людей, они сейчас живут в тотальном страхе, я вот сам тоже вижу, в тотальном страхе, не хотят общаться, любое слово высказанное, даже просто как-то, знаете, не оскорбительное, просто любую маленькую критику уже телефон кладут, не общаются, боятся, береженого бог бережет, вот так говорят, они, я часто вот общался с людьми по поводу этой темы, они говорят, береженого бог бережет, нет, Акмурат, я не хочу, я боюсь за своих родных, я боюсь, а что, у нас нет родных, у вас нет родных, Алишер, у нас у всех есть родные, но, к сожалению, они такие отмазки делают, но мы будем все равно пробуждать активизм в их сердцах, и не будем сдаваться. Дальше, хотели бы добавить что-то? И просто хотел добавить, поверьте мне, вот, считанные люди, у кого есть свой канал, считанные люди есть, просто вот два, две руки можно вот в двух руках пересчитать, у кого есть канал, и кто критикует эту власть, и поверьте мне, эти люди, те активисты, блогеры, они, у них нет сверхспособности, да, пойти за уши, взять этого диктатора, убрать, нет, ваш лайк, ваши комментарии, помогут развивать этот канал, чтобы, да, больше аудитории, чтобы дошло, просто вот можете этим, хотя бы, начать поддерживать, и, если не будете поддерживать, поверьте мне, они тоже, если вот, если я, или Атмурат, или вот эти, те блогеры, да, если разочаруются в этом, это, я не знаю, как это назвать, спасибо. Спасибо большое, Альшер, и позвольте мне задать самый последний вопрос, бытует мнение среди всех активистов, и вообще среди народа Туркменистана, и в Туркмении, в частности, что, если что-то случится с отцом, Бердмухамедовым старшим, если он умрет, покинет этот мир, то страна сразу же превратится в демократическую, что сын под давлением отца проявляет тиранию в отношении народа, вот отец умрет, вот реально, вот все люди в Туркмении так живут, они не обвиняют нынешнего президента, они обвиняют отца, вот как вы думаете, если с отцом что-то случится, режим такой же останется, или сразу же поменяется Туркмения в сторону демократии, сын очнется, скажет, все, я буду теперь создавать демократию, требовать права, соблюдать права людей, дороги открою, медиа открою, интернет открою, или все так же останется, как вы думаете, Алишер? С этим вопросом, конечно, закажем интервью. Нет, я вам так скажу, что никто не знает, как повернется, я не думал, что он сможет своего сына поставить на свое место, да, непредсказуемо, что будет, как будет, да, вообще Туркменистан это как бы поле чудеса, блин, что попадет, не знаешь, понимаете, и мы надеемся на то, что люди начнут говорить, если люди не пробудятся, хоть кто бы не пришел бы, результат будет один и тот же, понимаете, народ должен понимать, народ должен понимать, что у них, у него есть права, и он может требовать вот эти права, и, понимаете, то есть вы хотите сказать, что даже если не получится, да, то есть хотите вы сказать, что сын придет на место, то есть отец умрет, сын останется, все равно, если народ будет вести себя так, как сейчас везет, то любой правитель будет подстраиваться под народа и будет дальше проявлять тиранию, то есть самое главное, народ поменялся. что, как говорится, революция мозгов, революция сознания, я не знаю, как это правильно сказать, но примерно перезагрузка, смена виндовса, смена виндовса, как хотите, но если сознание не поменяется, то ничего не получится. Я понял. желаю счастья, здоровья, благополучия, берегите свою семью, как вы берегли раньше, приезжали, сразу же есть какие-то угрозы, и на самом деле будет награда обязательно, если не от народа, то от Всевышнего обязательно вам, Всевышний вас наградит обязательно за ваши все деяния, за то, что вы тратите время, столько снимаете видео, пытаетесь пробудить активизм в сердцах наших граждан, я это сам вижу активно, спасибо вам в целом, Алишер. И спасибо вам, что меня позвали, пригласили, и спасибо подписчикам Атмурада, и спасибо, еще встретимся, и вы, иншалла, будете у меня тоже в гостях. Обязательно, обязательно, буду рад. Спасибо, до свидания, Алишер. До свидания.